Мы сейчас прямо на ваших глазах выставку, можно сказать, разграбим. Заберем один экспонат, который спустится вниз и начнет уже функционировать по своему прямому назначению. То есть он начинает закипать. Закипающий самовар – серьезная мотивация к общению, впрочем, не единственная. В витринах музея расположились уникальные самовары, собранные за три с половиной года жителям Жаворонок Яном Дробышевым. Это мое хобби, профессия моя никак не связана, но вот именно свою душу я могу проявить в коллекционировании русских самоваров. Ключевыми, судя по всему, категориями в его хобби следует почитать понятие «душа» и «русский». Ведь молодой человек, свободная от основной в московском метрополитене работы «время», обожает собираться на дачи с друзьями и близкими за большим столом, дабы неспешно поговорить и выпить чайку. Первый самовар был подарен как раз друзьями, но его объема не хватило на всех. Пришлось покупать новые и побольше, предварительно погрузившись в историю и матчасть вопроса. И пошло-поехало. Производители, металлы, аксессуары. Теперь в коллекции Яна 38 самоваров. Принципиально все действующие, аутентичные. На выставке представлены 25, остальные на реставрации. Покупаются они у знакомых, на блошиных рынках, в пунктах приема цветных металлов, в интернете. Практически все они из дореволюционной России. Самый молодой из 70-х годов 20-го столетия. Есть и раритеты, коих в России не более пары штук. Это самовар товарищества Шимаринах, который ни разу не топился. Мне достался этот самовар. Внутри в трубе лежали документы. Он был в полном комплекте, с костяными ручками и в идеальном состоянии. Самовары латунные, медные, с клеемами и без, с обязательными атрибутами русского чаепития. Посеребренными подносами, с непременными капельниками, куда сливали чаинки, с заварочными чайниками и трубами. Сейчас, конечно, охочусь за мельхиоровым самоваром. Самовары повседневные, праздничные, свадебные. Обо всем этом Ян рассказывает, увлекая зрителя в мир старого русского уклада, где чай пили долго и крестьянин, и помещик, и цари. И всегда самовар почетный, главный, стоящий целое состояние член семьи. На выставке представлены старинные устройства для кипячения воды разных производителей, знаменитых русских фабрикантов из разных регионов России. Первоначально самовар пришел к нам, конечно, из Ирана. В наших холодных широтах самовар прижился не на одно столетие, став героем пьесы Стровского и произведений русских художников. Современные живописцы также не обходят этот колоритный персонаж русского стола, поддерживают экспозицию произведений членов Одинцовского отделения Союза художников Подмосковья, Михаила, Екатерины, Дмитрия Ушановых и Петра Чеканцева, а также художников объединения «Этюд» Анжелики Ермак и Александра Ивашко. На выставке представлена работа из цикла Михаила Ушанова «Русский самовар», его пейзажи, натюрморты, рассказ о русской деревенской жизни, образ России, работа Екатерины Ушановы из ее знаменитого цикла «Платки». И что бы ни было поводом для художественного высказывания живописца, ясно одно – самовар рядом, он как бы за кадром. Ведь после покоса, работы на огороде, по дому или с мороза обязательно следует чаепитие с самоваром. Мы сами очень любим пить чай из самовара, да, у нас есть древяной самовар. Я не знала, что бывают самовары с разной системой поддува, не знала абсолютно. Я не знала, что они бывают такие красивые, мне очень понравились вот круглые самовары. Я загорелась идеей себе такой приобрести. Ян Дробышев – не только увлеченный коллекционер, он активный общественник и спортсмен. Поддержать друга прибыли его коллеги, члены Одинцовской общественной палаты, коим, как выяснилось, посчастливилось отведать чаю из дробышевских самоваров. Самовары все нами опробованы, все действующие. Чай очень вкусный. Тем временем под окнами дома Якунчикова дымок из трубы расточает призывный аромат, оправдывая название выставки «Самовар кипит, уходить не велит». Узнать историю русского самовара, погрузиться в атмосферу нашего традиционного чаепития можно в Одинцовском краевическом музее в течение месяца. Ольга Винтер, телекомпания Одинцова.